В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Город трудовой и боевой славы Самара отметила свое 430-летие. Дань уважения в Самаре открыли мемориальную доску режиссеру Ильдару Рязанову. Около 15 тысяч человек в праздничном шествии. В Самаре прошел парад студентов. Самара отметила юбилей. В день 430-летия столице региона присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы». С инициативой награждений вышли ветераны Великой Отечественной войны. Идею поддержали на федеральном уровне. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Как праздновала Самара свой день рождения, расскажет Лариса Шалафаст. В подарок самарцам в день города грандиозное авиашов. В небе свое мастерство демонстрируют парашютисты и вертолетчики. В финале легендарная эскадрилья «Русь» Вяземского учебного авиационного центра показывает фигуры высшего пилотажа. Они показывают вам свое высочайшее мастерство. В небе – флаг России! Показательные выступления не только в небе, но и на земле. Навыки рукопашного боя от самарских военных. Поздравить горожан приехали губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. 430 лет городу. Это уже очень зрелый возраст. Город, который может гордиться своим прошлым. Город, который формировался в самые тяжелые времена, когда надо было формировать централизованное российское государство и выполнял свои функции с честью. Город, который во время Великой Отечественной войны вынес огромный вклад в победу. Я уверен, что мы и впредь будем делать все, чтобы гордились по своим городам. Тамара становится краше. И такие качества, как единство, сплоченность, патриотизм, образованность, я уверен, помогут всем нам еще активнее включаться в позитивные преобразования, которые ведутся в нашем городе. Основное торжество разворачивается на площади Куйбышева. Главные вехи из истории Самары на информационных стендах. На выставке представлена копия самарского знамени и награды города. На выставке самарцы могут познакомиться с наградами, которых Куйбышев был достойен ранее. Это орден Ленина 1982 года и орден Октябрьской революции 1986 года. В день 430-летия Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы». Губернатор Николай Меркушкин, герой СССР, герой труда, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова вручили городу почетный знак, грамоту и наградную ленту. Поздравить Самару с юбилеем приехали звезды российской эстрады – Лев Лещенко, группа «Любе» и Полина Гагарина. Завершился праздник на площади грандиозным салютом. Мастер комедии, мэтр отечественного кинематографа и настоящий самарец Ильдар Рязанов. Знаменитый режиссер родился и провел свое детство в Самаре, в доме, где он жил, открыли мемориальную доску. На церемонии открытия присутствовала и вдова режиссера Эмма Абайдулина. С подробностями Олеся Корецкая. Улица Фрунзе-120. Аккуратный, светлый дом. Здесь родился и жил Ильдар Рязанов. Великий режиссер, фильмы которого любят не одно поколение и давно разобрали на цитаты. Словно по заказу в дождливый день выглянуло солнце. Ведь именно Рязанов написал строчки про то, что у природы нет плохой погоды. Самое главное, что он навсегда прославил самарца. Вот что он сделал. Он был самарцем до мозга костей. Он иногда даже не сознавал этого, не сознавал. Но он надышался этим воздухом, этой рекой, этим городом, этой манерой не бить себя в грудь и выдавать себя за дурочка. Многогранный, тонкий Рязанов умел в своем творчестве коснуться души каждого. Посмотрев его фильмы, я уверен, каждый ныне живущий, молодой ли человек, среднего ли возраста, он обязательно для себя оставит что-то в душе и обязательно будет долго-долго вспоминать, ну, по крайней мере, от Нового года до Нового года точно. Эльдар Рязанов родился в Самаре, жил здесь подростком во время войны. Город детства всегда вспоминал с особой теплотой, говорит супруга режиссера Эмма Валерьяновна, и выразила благодарность руководству города и области за поддержку и внимание. Это поразительно, что даже годовщина еще, 30 ноября, а уже сегодня, открывается мемориальная доска на доме, где Ильдар Саныч родился. И Ильдар Саныч очень любил Самару. А Самару любила и любит Рязанова. В следующем году здесь откроется музей, посвященный знаменитому режиссеру и его творчеству. А неподалеку от дома на улице Фрунзе появится сквер имени Ильдара Рязанова с открытым кинотеатром. Я думаю, это место будет излубленным местом для посещения всеми самарцами, для того, чтобы в вечернее время каждый из нас смог вспомнить те фильмы, которые были созданы Ильдаром Александровичем Рязановым. А после открытия доски в Самарском институте культуры прошел праздничный концерт. Архивные кадры, отрывки интервью и, конечно, кино. В холле выставка афиш знаменитых фильмов. Ильдар Александрович снял больше 30 картин. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Парад российского студенчества прошел на выходных в Самаре. Почти 15 тысяч студентов. В основном это первокурсники прошли колонны от здания областного правительства до площади Куйбышева, где самарские студенты с помощью телемоста поздравили коллег из других регионов. Наши корреспонденты тоже побывали на параде. Железка! Грое! Железка! Грое! От сессии до сессии живут студенты весело. На параде в основном первокурсники. Это своеобразное посвящение в ряды тех, кто получает высшее образование. Мы хотим показать свой университет, чтобы все сюда поступали. Потому что это самый лучший университет мира. 37 высших и среднеспециальных учебных заведений Самарии есть чем гордиться. Здесь готовят специалистов по многим направлениям. Гуманитарии, технарии, медики и деятели культуры. Постоянно какие-то веселые мероприятия организовываются нашим студсоветом и так далее. И учиться, и просто жить университетской жизнью очень интересно и увлекательно. Здесь больше мероприятий, больше какого-то драйва, больше друзей я нашла. В школе у меня все время такой застой был. Сидишь на одном месте, сидишь. А здесь всегда что-то происходит. Например, вот это. Парад начинается у здания областного правительства. Колонна доходит до площади Куйбышева. Там весь день работают тематические площадки для студентов и тех, кто собирается ими стать. Здесь, как осень, дождик не остудил пыл первокурсников. На площади царит по-настоящему праздничная атмосфера. Там все очень здорово, классно. Самарский машиностроительный колледж. Все вообще в восторге. Губернский опыт модернизации высшей школы признан одним из лучших в стране. Самарский университет имеет все шансы войти в сотню ведущих вузов мира. За последние четыре года вдвое увеличилось количество студентов, поступающих к нам из-за пределов Самарской области. Это большой успех. Значит, мы становимся все более и более привлекательными. Наши вузы являются лидерами в стране по закрепляемости студентов или по трудоустройству студентов. В Самаре строится Гагарин-центр, который должен стать стихнополисом мирового уровня. Кульминацией парада студенчества стало клятвой первокурсников и телемост с Москвой и другими городами-участниками праздника. Всего же всероссийская акция объединила около 300 тысяч студентов из трех десятков городов. Марина Кравцова, Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. В Нефтегорске вооруженный мужчина ограбил салон сотовой связи. Добычей грабителя стали почти полмиллиона рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как в помещение, забегая человек в маске и угрожая продавцам ножом, требует положить деньги в пакет, после чего скрывается. На ограбление ушло буквально 10 секунд. Задержали 25-летнего преступника уже на следующий день. Мужчина признал свою вину. Установить его личность помогла грамотная работа со свидетелями, которые запомнили, что незадолго до преступления в торговую точку заходил похожий мужчина, оформлявший сим-карту. Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемого, установили место его нахождения и задержали мужчину. По данным оперативников, все похищенные денежные средства задержанный передал своему другу, который спрятал их в лесополосе. Полицейские изъяли деньги и вернули законному владельцу. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Задержанного взяли под стражу. В ближайшее время дело передадут в суд. А теперь коротко о других темах дня. Останки военного летчика, разбившегося в 1942 году под Самарой, захоронили на родине под Луганском, в поселке Лозовском. Родственникам погибшего пилота были переданы найденные в результате поисковых работ личные вещи и документы, а также свидетельства о смерти, выписанное более 70 с лишним лет после гибели летчика. Напомним, в апреле строители нашли под Самарой штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны с останками пилота. Как установило следствие, летчик разбился, когда перегонял самолет с завода в Самаре на расположенный рядом военный аэродром. Рейсы восхода из Самары в Сызрань отменяются, как сообщили в справочной Самарского речного пассажирского предприятия, по техническим причинам. Проблема в механизме рулевого управления возникла, когда судно на подводных крыльях готовилось отвезти пассажиров из Самары в Сызрань. Работники судна пытались поменять какие-то детали, но в итоге рисковать не стали. Пассажирам вернули деньги за купленные билеты, специалисты проводят диагностику судна. А Сызранцев, которые утренним рейсом прибыли в Самару, отправили домой на автобусе. Вынесен приговор группе самарских хакеров, похитивших почти 2 миллиона рублей с чужих банковских карт. Обвиняемые полностью признали свое вину и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В результате организатора преступления приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима. А еще одному члену группы 2 года лишения свободы. Двум остальным участникам группы по 2,5 года лишения свободы условно. В Самаре возле заброшенного дома нашли ручную гранату F1. Это произошло в промышленном районе на 9-й просеке. На место выехали сотрудники спецслужб. В ходе проверки они установили, что у боеприпаса нет взрывателя и он не представляет опасности для окружающих. Бабье лето по-прежнему обходит Самару стороной. Всю первую половину недели, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и довольно холодно. Дневные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов. Ночами и вовсе уже возможны заморозки на почве. Дожди ожидаются во вторник и среду. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Самый большой в области в селе Кошки открылся спортивный комплекс. Финишная прямая. Самара более чем на 90% готова к зиме. Курбан Байрам. Тысячи мусульман отмечают один из главных религиозных праздников. Хорошая новость для интернет, аудитории и телеканала Самара ГИС. Теперь наши передачи можно смотреть в высоком качестве HD. Ищите официальный YouTube-канал Самара ГИС и подписывайтесь. На этом наш выпуск завершен. Читайте на твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok